Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня мы говорим о предназначении человека. Я помню, когда я был маленький, это было начало 60-х годов прошлого века, я с двумя вратами гулял по парку на юге, на Черном море, международный лагерь, спутник был такой. И вот мы там увидели негра и все бегали за ним. Это было что-то такое для нас невероятное. Познакомились, он по-русски говорил. Мы спросили, откуда он. Он сказал, из-за диссабибы. Все это было как другой мир. И вот мы как-то в очередной раз с ним встретились. И он говорит, а кем вы хотите быть? Ну, Гагарин тогда в космос полетел. Ну, мои братья, естественно. Хотим быть космонавтами. Он говорит, ну, старайтесь, может быть, у вас получится. А ты кем хочешь стать? Спросил он меня. Я говорю, я вообще-то хочу стать художником. Художником потом. Ученым. И он на меня посмотрел и говорит, ты будешь ученым. То есть, наше предназначение, оно у нас скрыто. И мы его чувствуем. Я помню, у меня было как видение, что со временем я буду как бы философом, буду ученым. И у меня многие будут спрашивать совета, а я как бы сижу в темноте, но меня никто не видит. Я понял, что это, скажем так, определенная известность, но без официального статуса. Потом как-то девушка, пациентка, она на приеме сказала, а можно попробую посмотреть вашу астрологическую карту? Я говорю, да, пожалуйста. И она мне любопытную фразу сказала. Она говорит, в этой жизни вам нельзя быть официальным лидером, занимать высокое положение в обществе. Я говорю, почему? Она говорит, ну, вы в прошлых жизнях имели очень высокое положение, и нельзя постоянно находиться в этом состоянии, нужно где-то быть, менять ситуацию. Она говорит, вы можете быть лидером, но теневым. Как-то это все совпадало, складывалось общую картину. Но еще раз хочу сказать, каждый из нас чувствует свое предназначение, и его может реализовать. И вот главное условие, как его реализовать. Вот этот момент очень важен. Я говорил как-то одному парню, у которого не складывались дела, но у которого было очень перспективное будущее. Я говорю, запомни, ты сейчас в яме. Насколько ты правильно будешь себя чувствовать сейчас, принимать волю Всевышнего. Перед тем, как дать, немножко отбирают. Перед тем, как получить, нужно пройти неудачу, проверку, таскать на вшивость. Это закон. Все, что мы имеем, мы потом отдадим. Мы имеем то, что можем потерять. То, что мы не можем потерять, нам не дадут. Так вот, я говорю, насколько ты сохранишь оптимизм, радость, не будешь недоволен судьбой. Настолько, когда у тебя пойдет волна, ты за это не будешь расплачиваться здоровьем, потерями и прочего. То есть, умение правильно воспринимать потери, неприятности, сохраняя любовь, видя в этом Божественную волю, это очень серьезная возможность быть и здоровым, и счастливым, и сохранить энергию. Потому что уныние отнимают очень много энергии. Так вот, насколько каждый из нас сумеет правильно относиться к потерям, есть русская старинная пословица, которая отражает, в принципе, философию вед. Нашел не радость, а потерял не плачь. Насколько мы правильно относимся к жизни, настолько наше предназначение легче исполняется. Наше предназначение – это как бы наше главное желание, которое является, можно сказать, основной программой в нашем подсознании. И реализация своего предназначения – это огромное счастье. Но это счастье не должно закрывать любовь к Богу. Если человек начинает упиваться своим счастьем, забывая во всем, он его потеряет. Или перед этим дадут достаточно жесткие испытания. То есть, скажем так, человек может сломаться на деньгах. А его предназначение ведет к тому, что он может получить большое количество денег. И вот он начинает проверять. Обокрали, заняли, не отдали. Вложил, потерял. И так далее, и так далее. И насколько он проходит эти испытания, сохраняя гармонию, добродушие. Насколько потом перед ним открываются эти возможности. Для другого – слава. Многих слава ломает очень серьезно. И становятся известными, получают славу часто даже не столько талантливые люди, сколько те, у кого есть иммунитет против славы, против известности и так далее. И вот эти люди, они выходят, они гармоничны. И они больше внимания, как ни странно, привлекают у других людей. Поэтому умение реализовать свое предназначение – это верить своей душе. То, что идет из головы – это временно. То, что идет, как говорится, из души, изнутра – это то, чему нужно верить. Вот я жил в Сочи, прекрасная работа, все есть. Потянуло в Питер, вот чувствую, хочется мне. И я мыслями оправдал, сказал, ну, город красивый, все. Ну, а потом пошло все остальное. Поэтому нужно верить в свои души и своим чувствам. Это происходит тогда, когда мы живем по заповеди Христа, блаженный нищий духом. Когда для нас любовь, чувство важнее, сознание. Ведь сознание имеет крошечный опыт. Наша душа, чувство подсознания – это гигантский опыт, миллиарды лет. Поэтому, когда мы пытаемся все контролировать сознанием, мы закрываем для себя правильную реакцию на окружающий мир. У нас падает энергия, и нам сложно будет реализовать свое предназначение. Ну и, соответственно, для того, чтобы добиться желаемого, нужна энергия. Энергия у нас вытекает тогда, когда мы начинаем грешить. То есть, первая, главная энергия в нашей душе. Если мы неправильно относимся к миру, начинаются проблемы. Я говорил о том, что главные грехи очень простые. Базовый, основной грех – это грех дьявола. Это утрата правильной цели. Для него не любовь к Богу главная, а собственные амбиции, власть и прочее, прочее. То есть, когда цель неверная, тогда начинаются проблемы. Дальше. Второй уровень – это уровень Адама и Евы. Когда цель неверная, начинаешь не принимать происходящего. То есть, Адам не послушал, ослушался воле Всевышнего, нарушил, противодействовал, не принял воле Всевышнего. Как это выглядит в обычной жизни? Очень просто. Переживание повышенное за будущее. Мы забываем о том, что не мы управляем будущее. И вмешательство в будущее через экстрасенсорику, магию, гадание и прочее. Кстати, даже планирование будущего жесткое – это уже потеря энергии. Я помню, как, сколько это было, лет 15 назад, чемпионат мира и должна была играть Бразилия. И там решался вопрос, кто будет играть в Бразилии. Победила Франция. И бразильцы поняли, что они выиграли. Уровень Франции на порядок ниже, чем у Бразилии. И вот вся Бразилия, понимая, что остался слабый перед ними соперник, начала праздновать до того, как еще началась игра. И меня спросил мой приятель, какие там перспективы? Я говорю, конечно, Бразилия проиграют. Он говорит, да это невозможно. Я говорю, это возможно. Они нарушают законы вселенские. У них будет падать энергия. И при самой лучшей физической подготовке они выиграть не смогут. Так и получилось. Бразилии проиграли. Так вот, не сожалеть о прошлом, не бояться будущего, не переживать. Страх появляется, когда слишком много переживаний. Отпустить, так сказать. И не раздражаться по поводу настоящего. Все закономерно. Все, что сейчас происходит, это результат. Оно уже произошло на тонком плане. Это результат многих и многих процессов. Поэтому бесполезно раздражаться. Улучшать, менять можно. Раздражаться нельзя. И вот это элементарные базовые правила, которые мы должны соблюдать. Ну, естественно, неправильный характер, неправильное восприятие мира. Но мы об этом много говорили, я не буду останавливаться. Это тоже потеря энергии. Поэтому ваше внутреннее добродушие, вера в Бога, принятие Божественной воли, они, по сути дела, являются главными помощниками в реализации своего предназначения и в желании стать счастливым. Я сегодня ночью, кстати, думал о том, что есть три уровня, когда мы можем к чему-то привязаться, прирастить и забыть о Всевышнем и начать потерять главную жизненную энергию. Физический уровень, духовный и душевный. И, кстати, именно по этим трем уровням, я подумал, шло искушение Христа в пустыне. Дьявол ему говорит, преврати камни в хлеба, то есть физический уровень. Покажи, что для тебя очень важно хлеб, деньги, благополучие и прочее. Что говорит Христос? Не хлебом едином живет человек, а слом исходящим из узбожьих. То есть божественное сначала, физическое благополучие потом. Следующее искушение на способности, талант, полети по воздуху. Христос говорит, не искушай Всевышнего, то есть не пользуйся своими возможностями в корыстных целях. И третий, самый главный уровень, уровень души. Когда ему обещают Христу все царства, все ему поклонятся, и он говорит, Богу одному поклоняйся, ему одному служи. То есть главная цель Всевышней. И в молитве «Очий наш» именно эти моменты отражены. Когда человек молится и обращается к Богу и говорит, хлеб насуженный, дай нам каждый день. Это означает, не я хлеб получаю, зарабатываю. Я делаю все усилия, но позволяет мне Всевышний. Он мне дает, когда я стараюсь. Второй уровень. Если я поклоняюсь духовности, у меня будет тенденция осуждать. И здесь прости нам грехи наши, как мы прощаем должникам нашим. То есть не осуждать, не привязываться к духовным ценностям. И главный уровень. Не веди нас в искушение, но избавь от лукавого. То есть, когда душа незаметно отказывается от любви в угоду наслаждения, удовольствия, вот тогда и происходят главные проблемы. И когда понимаешь, что у тебя правильные цели, когда ты знаешь, для чего ты живешь, и тебя не заслоняет в твое внутреннее устремление различные варианты счастья, вот тогда можно спокойно говорить о перспективах, о реализации предназначения. Еще один важный момент хотел бы сказать. Очень важно правильное понятие использовать. Вот я на одной из прошлых практик, я на этом не инцитировал внимание, я сказал, что гордыня – это не только превосходство, но это и вожделение. Одна фраза. Я к ней шел 30 лет. 2000 лет человечество говорит о том, что гордыня – это исть… возгордился дьявол, стал выше других себя чувствовать. То есть, это чувство превосходства. И только. Из этого чувства превосходства растут остальные грехи. И вот эта установка, вот это понятие, которое лишено диалектики, а любой процесс, он всегда двойственный, вот это лишенное понятие диалектики, оно дало катастрофические результаты, но мы даже не можем представить, как информация неправильная, дает потом какие последствия. Почему? Понятие гордыни, если оно использует только, как основной грех, чувство превосходства, оно не закрывает вожделение, тягу к наслаждению. И человек, усердно пытающийся преодолеть себе гордыню, может незаметно выращивать вожделение. То есть, всего-навсего, пониманием того, что любой грех двойственный, что всегда есть две стороны медали, и что гордыня всегда связана с ревностью, чувство превосходства рождает вожделение, как грех Адама привел к греху Евы. У Адама неподчинение, неприятие Божественной воли, а у Евы уже тяга к вожделению, наслаждению и прочее. Вот все это может давать очень серьезные результаты, негативные. Еще один момент. Все, что не развивается, то угасает. Мы должны правильную модель развития иметь в нашей картине мира. Если у нас неправильная модель развития, то мы будем вместо развития угасать. Как, допустим, одна фраза Христа. «Я пришел не нарушить закон, но исполнить его». Христос говорит, сказано око за око, зуб за зуб. А я говорю, ударили по щеке, подставь другую. И вот какая официальная позиция в церкви православной и католической. Вот это вот темное прошлое, око за око, это мы отметаем, а вот ударили по щеке, подставь другую. Языческое мышление не может соединить противоположности, а противоположности – это прошлое и будущее. Поэтому языческое мышление выбирает либо добро, либо зло. Если прошлое темное, то светлое будущее хорошее. И вот такое мировоззрение – это мировоззрение языческое, и оно дает катастрофические результаты. Объясню. Когда мы развитие воспринимаем как прямую линию из плохого прошлого к хорошему будущему, то мы так относимся ко всему миру. А линейное развитие – это развитие, в котором конфликт, решение конфликта практически невозможно. Только уничтожено. Два поезда идут по одним рейсам, один должен сойти. И это потом проявляется во всем. И вот это вот презрение как бы к темному прошлому и поклонение светлому будущему, оно дало катастрофические последствия и в модели коммунизма, и в современном мировом обществе. На самом деле, модель развития – это не прямая линия, а спираль. То есть, все повторяется, но на более высоком уровне. А если говорить правильно, это двойная спираль. То есть, идет, все выходит из точки, развивается, потом сжимается и угасает опять точку, потом опять. Пульсация, двойная спираль – вот это реальная модель развития. Вроде бы пустяк, но когда мы понимаем, что все-таки сотканность противоположностей и правильная модель развития – это соединение и борьба противоположностей, единство, то мы тогда правильно реагируем на окружающий мир. Тогда мы относимся к прошлому как к реальности, которая в нас присутствует. Ведь смотрите, как религиозное мышление все построило. Для язычника Бог – это сила. Он подчиняется страху. Для иудея Бог – это справедливость. Это уже не приоритет физического начала, а приоритет духовного. Для Христа, для христианского учения, Бог – это любовь. Вроде бы все понятно. Но смотрите, что получается. В языческом восприятии мы говорим, «Око за око, зуб за зуб» – это тёмное прошлое. Мы его отметаем. Остаётся только любовь. Страх, сила – это уже не то. Это язычество. Мы это отбрасываем. Это прошлое. Око за око, зуб за зуб – это тоже уже прошлое. Тоже отбрасываем. Остаётся только любовь. И вот религия нам две тысячи лет учила, что сила нам не нужна. Справедливость нам не нужна. Нам нужна только любовь. Для язычников Бог – это только сила. Для людей Бог – это сила и справедливость. А для христианина Бог – это сила, справедливость и любовь. Но любовь на первом месте. Вот это есть гармоничное развитие. Но это уже не прямая линия, где мы отбрасываем прошлое и идём в будущее. А это есть спираль, пульсация, двойная спираль, где мы, сохраняя все предыдущие достижения, поднимаемся на новый уровень. Вот такая логика. Поэтому правильные понятия, правильная картина мира, они очень важны. Особенно сейчас. Сейчас одно из главных наших предназначений – это выжить. Вот насколько мы будем гармоничны, насколько любовь у нас будет на первом месте, насколько мы не будем отбрасывать прошлое, объединив всё, настолько мы будем правильно решать конфликты, правильно относиться к миру, сохраним энергию, сохраняя любовь и увеличивая её. И тогда мы реализуем все наши самые глубинные желания и будем счастливы. Ну и выживем. Субтитры создавал DimaTorzok